Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы с вами снова видео на проекте Мазин Холиплей, это второй сервачок, все ссылочки есть конечно же в описании под видео, поэтому кому интересно данный проект заходите играйте, я вас буду обязательно ждать. Ну а в этом ролике, дамы и господа, мы посмотрим такую тему, как захват корабля, я вам покажу как можно сбить вертолет, что находится в контейнерах и что находится в ящиках на данном корабле, подобное еще никто не записывал, поэтому я надеюсь на вашу лояльность, на ваш актив, прошлое видео про аффити вам почему-то вообще не зашло, надеюсь что это видео вам реально понравится, потому что данная тема появилась из-за одновления и об этом еще никто не рассказывал и не показывал, я буду первый и надеюсь что вы реально это оцените. Ну а для тех кто планирует начать играть на проекте Мазин Холиплей, конечно же есть мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервере, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Также хотел бы рассказать о том, что в моей группе вконтакте проходит розыгрыш на автомобиль Рено Т, это розовый автомобиль на котором вы можете либо рыбачить, либо работать дальнобойщиком. Условия максимально простые, поэтому ссылочку на конкурс я оставлю в описании. Ну что ж, я думаю все максимально понятно, всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, остается буквально 5 минут до начала крушения корабля, я так подумал, что лучше наверное купить рецепт на М-ку, стрелять по вертолету это будет нелогично, поэтому я наверное калаш, а не вот АК-105М куплю, рецепт залем 200 пацаны просто. Этот рецепт могут купить только сотрудники МВД, либо ВЧ. Ладно, хорошо, тогда берем калаш. Короче пацаны, осталось получается дождаться крушения корабля, я уже закупился, ну все что надо взял, самое такое необходимое. Надо сейчас я думаю броню купить и в принципе калаш сделать. Я вам покажу эту систему, я там еще в Стоке вроде бы договорился, что они будут ехать, получается на корабль, их будет много человек. И я так чисто в качестве зрителя к ним так сказать залечу, чтобы вам просто показать эту систему и что вообще там нужно в принципе делать и как это работает. Осталось сейчас узнать где корабль находится, потом встретиться с Токио, они будут на лодке плыть и уже там пацаны начнется самое интересное. Потому что если я залечу в соло пацаны, вы понимаете то, что меня там просто выебут, вот так вот просто вертолет меня выебит, либо другая Фома выебит, либо еще кто-то. И все, я вам ничего показать не смогу, а с Токио я думаю есть хорошие шансы. А во, вижу, вижу, он возле Батырева, он на противозаветский Батырева корабль. Так, я калаш делать? Короче, прикинь, М-ку нельзя купить, короче, ее можно купить только если ты военный, либо МВД работает, поэтому я купил калаш, короче. Начнется ебать веселье, пацаны, что там, пиздец, да, типа? Да, там вообще, все, давай, определяйтесь, друг другу не мешайте. По вертолету хуярить, честно? Да, по вертолету, я буду возить. Ебаный в рот, пацаны, вот этот вишивай. Баде, это птица, нахуй, ебаная. Бля, мы вообще ему что-то делаем, ебать? Ебать, это пизда, пацаны. Бля, с РД, походу, не хватит мне. Ебать, и сколько у него надо въебать, мне интересно, это же, наверное, вообще пиздец. Ебать, 93%! Хе-хе-хе, ебать, это весело, нахуй. Вот это весело, сейчас у нас ракета прилетит, будет весело, всех вас зашмурим. Нет, по-любому, под это, пацан, надо фонг ебать какой-то пиздатый. Давай, птичка, сука, падай, мразь! Давай, давай, сюда, родная! Давай, крылатая ты, скотина, иди сюда! Падай, падай, падай! Есть! Упала, сука. Ааа, твинта! Не, ну, пацаны, честно, я думал, будет сложнее, типа, но... Если вот так вот толпой, типа, гасить вертолет с СВДшек, то, типа, вообще заебись. Токио прям, им большое спасибо, реально, прям красавчики, то, что, ну, взяли нас с собой. Там еще у нас Кенс с нашей Фомой был, с, получается, Ютуб Леггинс. Ну, Токио, как бы, на опыте, поэтому им большое спасибо, что взяли нас с собой. И показали в целом, что это такое, и вам, в принципе, показали, что это такое. Три, короче, получается контейнера, и в этих контейнерах находится краска. В принципе, мы за минут, я думаю, 10 справились с вертолетом, поэтому... Ну, видите, это происходит, пацаны, раз в день, то есть, именно 8 часов по МСК. Да, ебать, они долго, кстати, открывают. Но они сказали, что именно в этих, типа, контейнерах только краска есть. То есть, там ничего такого нету больше. Но там, наверное, краска, ебать, хорошего качества, охуенного. Ну что ж, я вам вкратце попытался показать, как это вообще происходит, и что нужно в целом делать для того, чтобы захватить данный корабль. В тот день, когда мы снимали эти видео, не было конкуренции, и как бы нам никто не мешал. И мы спокойно смогли сбить вертолет и забрать контейнеры. Помимо контейнеров, также на корабле есть ящики, в которых лежат материалы, всякие ресурсы и деньги. То есть, помимо, получается, контейнеров, которые находятся в середине корабля, в этих контейнерах находится краска, как я вам и сказал, краска для граффити. Кто не знает, что такое граффити, прошлое видео было об этом, поэтому можете зайти посмотреть. Но на самой палубе, либо в кабине, получается, капитана, там и так далее, есть ящики. Они разбросаны по всему кораблю, и в этих ящиках находятся патроны, материалы, наркотики, деньги там и так далее. То есть, реально выгодно ходить на этот корабль, потому что оттуда можно много чего интересного достать. Чтобы найти место крушения корабля, нужно, получается, найти вышку. Но я пробовал найти с помощью GPS, и почему-то оно не работает. Либо это какой-то баг, либо недоработка. Но, к сожалению, уже третий день подряд я пытался найти эту вышку, на которую должны давать данные про корабль, и, к сожалению, у меня это не получается. Но у меня есть информация, где спавнятся корабли. И он спавнится, получается, напротив АЗС Батырева. Потом он спавнится между, получается, этого, между складом. Там есть мост, и возле этого моста спавнится корабль. И также он спавнится недалеко от Кремля, получается, там, где раньше была вышка для рейда. То есть, это три места, где спавнится корабль. Возможно, их больше, но я пока что знаю только эти места. Как вы поняли, лучше всего, конечно, на корабль добираться на лодке. И нужно сбить, получается, вот этот вертолет. Мы вчера пытались это сделать, но если у вас мало людей, пацаны, то это у вас займет много времени. То есть, мы вчера вдвоем, точнее, втроем пытались сбить этот вертолет. Но у нас, как бы, это все туго получалось, потому что было мало людей. Я был за рулем, получается, за лодкой, и два моих кента с Фомы стреляли. И у нас, в принципе, очень туго это шло, и, как бы, мы уехали. Потом приехали, там была другая Фома, которая нас расстреляла. Их было много больше, и поэтому мы с корабля ничего, в принципе, забрать не смогли. Поэтому, если вы хотите, как бы, забрать что-то с корабля, лучше берите, там, 10, а лучше 15 человек. Чем быстрее вы соберете вертолет, я думаю, тем быстрее вы сможете все остальное забрать. Поэтому в соло, либо, там, втроем смысла ехать над кораблью, в принципе, нет. Я вам не советую это делать. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я вам постарался показать все самое интересное. Рассказал, показал. Я надеюсь на вашу максимальную активность. Давайте реально постараемся в этом ролике, набрать хотя бы 150 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, потому что он дает вам 450 тысяч. Просто берете, качаете уровень, зарабатываете бабки. Как бы вы получаете, и я получаю деньги, нам обоим, в принципе, хорошая выгода. Но если вы хотите прийти ко мне на второй сервачок, то, конечно же, я вас могу принять в семью, в компанию. Чем смогу, тем помогу. Поэтому можете, как бы, смело приходить ко мне на второй сервачок. Что я вообще могу в целом сказать про эту систему? Мне она, на самом деле, очень сильно понравилась. То есть, там реально есть чем заняться. Можно открывать контейнеры, можно забирать ящики. Но, на самом деле, вот эти контейнеры, их приходится очень долго забирать, потому что их открывать приходится довольно-таки долго. И вас просто могут приехать, убить, там, другая Фома, либо еще другая организация. В любом случае, я считаю, что эта система не лишняя. То есть, от нее нет никакого негатива. Все хорошо сделано, проработано. Никаких багов, в принципе, я не увидел. То есть, это такое место, куда вы можете просто, там, залететь толпой, Фомой. Забрать, там, ящики. С этого поймите много, там, материалов, денег, там, и так далее. Ну, и, конечно же, граффити, которое тоже принесет вам много пользы. Если вы заберете много баллончиков, вы можете потом их закрасить и с этого зарабатывать всякие тоже плюшки. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.